Что ж, ребят, вы многие задаётесь вопросом, точнее не многие, а есть такие люди, которые отличаются такими комментариями. А с чего ты взял, что нужно вообще снимать какое-то разоблачение? С чего ты взял, что здесь вообще что-то не так? Ну, давайте вы посмотрите вот этот видеоролик, который я вам сейчас покажу. Напишите своё мнение по поводу этого отрывка и сейчас я его прокомментирую. Я начинаю задаваться вопросом или даже сомневаться. Почему? Почему я так его люблю? Может быть это надумано, может быть потому что я действительно занимаюсь этим сортом. Я именно его реализую, потому что самое что позитивное в моменте, у меня не будет сейчас абсолютно никакой тяжести в желудке. Не будет никаких болей тянущих и другого характера. Тебе запрещено. Абсолютно не готовилась к этому видео и к поеданию. Каких болей тянущих и так далее. Ребят, и вы верите этому человеку? Да, этот человек заслуживает того, что это он действительно раскрутил этот сорт. Но вы видели каким способом? Как можно покупателя обманывать? То есть большинство людей, когда покупают мел, понимаете, они даже не знают того факта, что мел он, ну, скажем так, вообще по факту не пищевой. А когда они посмотрят ее видео и подумают, вау, именно у нее такой сорт. То есть покупателя сразу она именно обманывает. По-другому это просто, ну, никак не сказать. И, конечно же, как вот многие пишут, большинство, да, что защитники Кати всегда найдут, что сказать. И с этим я действительно согласен. По поводу цены, да, покупатель выбирает сумму, он ее ставит. Только, опять же, не нужно писать вот этот момент. Ну, у нее там дети, у нее там сложная ситуация. Она там сама его добывает, да все поставщики сами добывают. И вы видели цену самих поставщиков? Так что, о чем тут говорить, ребят? В общем, пишите по поводу вот этого отрывка ее на данного видеоролика в комментариях. Там уже с вами пообщаемся на эту тему. Продолжение следует...